Добрый день! Меня зовут Александр Васильев. Сегодня в программе началась презентация Парита Мансуровича Аблаева по квантовой криптографии. К сожалению, он должен был срочно уехать и я готовил презентацию вместо него, поэтому заранее прошу прощения за некоторый сумбур в ладе, особенно после вдохновенного выступления Михаила. Говоря о квантовой криптографии, мы, наверное, должны пару слов сказать и о так называемой классической криптографии, которая, естественно, появилась намного раньше. Криптография, как наука, обеспечивает решение различных задач, таких как конфиденциальность передачи данных, проверка целостности, аутентификация пользователей, аутентификация вообще. Кстати, по поводу аутентификации. Давайте в качестве такого развлекательного примера посмотрим один достаточно надежный протокол аутентификации, проверка пароля. То есть как самым надежным образом проверить, легально ли наш пользователь. Самая простая проверка это приставить к нему пистолет и спросить пароль. И если не угадал, то, соответственно, повторный шанс не дается. Но в мире компьютеров такое невозможно. Повторная попытка ввода пароля может предоставляться многократно, и даже если вы ограничите число попыток, пользователь может повторно прийти с другого IP или приставить другим образом, и может пытаться взломать пароль путем многократных повторов. Ну, вот здесь слайд называется, насколько устойчив ваш пароль. Это, конечно, довольно относительная информация, но тем не менее, она показывает, что когда сервисы говорят вам, что ваш пароль ненадежен, когда вы вводите слишком короткий пароль, это не случайно, поскольку действительно короткие пароли довольно легко подбираются путем полного перебора. И, соответственно, рекомендуется все-таки слушать эти сервисы и сделать пароли достаточно длинными, использовать разные символы в паролях. Ну, в общем-то, эти рекомендации придуманы не зря. Что касается обеспечения конфиденциальности, то здесь часто выделяют две группы протоколов. Протоколы симметричной криптографии, когда у двух участников есть секретный ключ, и они могут с его помощью шифровать или шифровать передаваемые сообщения. Это довольно надежная техника. Единственная проблема, что этот ключ нужно каким-то образом распределить, то есть обеспечить секретность ключа у участников обмена. В этом смысле гораздо проще дела обстоят у асимметричной криптографии, когда есть открытый ключ и закрытый ключ. Но сейчас я хотел немножко не об этом сказать. А о том, что в основе таких протоколов, протоколов асимметричной криптографии, очень часто лежат задачи, так называемые, или так называемые односторонние функции. То есть односторонние функции, ну вот здесь на слайде привезен как раз пример известного протокола RSA, в основе которого лежит задача факторизации. То есть, например, задача умножения двух простых чисел не представляет сложности, можно легко перемножить два простых числа. А вот обратная задача считается сложной. То есть считается, что сложно разложить произведение двух простых чисел на эти самые сомножители, которые заранее неизвестны. Вообще говоря, как я подчеркнул, именно неизвестно, можно или нет. То есть вот эти функции, лежащие в основе асимметричной криптографии, это так называемые односторонние функции, которые легко вычислить, но сложно обратить. Так вот, строго доказать существование таких функций, что они действительно односторонние, пока не удается. То есть мы предполагаем, что они сложные, поскольку неизвестно эффективных способов их вычисления. То есть стойкость таких протоколов становится условной. Либо мы верим доминирующим гипотезам, что такие алгоритмы просто не существуют, либо мы считаем, что у атакующего недостаточно вычисленных ресурсов, чтобы взломать соответствующий протокол или подобрать соответствующие параметры. Как раз вот здесь уместно перейти к квантовой криптографии и к квантовым вычислениям вообще, потому что они... Товенциальное появление квантовых компьютеров как раз способно взломать такие протоколы. То есть не имея известных алгоритмов решения сложных задач на классическом компьютере, мы, тем не менее, можем их решить на так называемых квантовых компьютерах. Будь они когда-нибудь созданы. Что такое квантовый компьютер? Ну, во-первых, пару слов про квантовую информацию. Про единицу квантовой информации, квантовый бит, или, как его называют, кубит. Сейчас я включил. Значит, если мы говорим про классический бит информации, то он может находиться, как известно, в двух своих состояниях, 0 и 1. В противоположность ему квантовые биты могут одновременно находиться в так называемой суперпозиции своих состояний. То есть они могут быть одновременно и 0, и 1, с некоторыми так называемыми амплитудами альфа и бета. Вот как нарисовано на этом слайде, они могут сдаваться в произвольной точке на некоторой трехмерной сфере, которая интерпретирует состояние квантовой бита, называется сферой блоха. Ну, как это себе можно проинтерпретировать? То есть это несколько неинтуитивно. Это несколько похоже, хотя это нельзя сравнивать, потому что это объект из разных миров, с летящей в воздухе монетой. То есть пока монета летит в воздухе и крутится, вы не знаете, в каком она состоянии, как она упадет, орелом или ряжкой. Но как только вы поймаете ее, она окажется либо в одном из двух состояний. Вот некоторые похожие ситуации с квантум-битом. Пока он участвует в процессе преобразования, в вычислениях, он может находиться в произвольных суперпозициях своих базовых состояний, одновременно быть и нулем, и единицей. Но как только вы его измерите, как только вы к нему примените некоторую систему детектирования, вы спроецируете его на одной из своих базовых состояний. То есть после того, как вы на него посмотрите, он изменится, и он потеряет эту свою суперпозицию, он останется либо нулем, либо единицей. Такова особенность квантовой информации. Но вот важный момент, который я отметил, что квантовый бит может одновременно быть и нулем, и единицей, приводит к тому, что появляется понятие квантового параллелизма. То есть, например, вычисляя некоторую функцию, аргумент, который сдается квантовыми битами, то есть аргументы одновременно принимают все свои возможные значения. И вычисляя эту функцию на аргументах, вы вычисляете ее на всех аргументах сразу. То есть буквально за одно вычисление вы вычисляете функцию на многих различных входных аргументах. Это и есть квантовый параллелизм. И именно он обеспечивает преимущество квантовых вычислений во многих случаях. Вот, например, классический учебный пример, довольно простая иллюстрация превосходства квантовых вычислений. Это алгоритм Deutsche. Его можно проинтерпретировать следующим образом. У нас есть монета, она либо фальшивая, либо настоящая. Мы этого не знаем. И как это проверить? То есть фальшивая значит, что она одинаковая с двух сторон. Как это проверить? Мы смотрим монет с одной стороны, переворачиваем, смотрим с другой стороны и узнаем, фальшивая она или настоящая. В квантом случае мы можем создать суперпозицию состояния монеты. То есть в каком состоянии она находится, сейчас лежит в какой стороне кверху. И однократно один раз на нее посмотреть, и мы узнаем, а фальшивая она или настоящая. Ну, вроде разница небольшая. Один раз посмотрите или два. Однако, если эта задача обобщать, и это вообще не называется алгоритм Deutsche-Josse, то окажется, что в случае такого объекта, как многомерная монета, если ее так можно проинтерпретировать, мы должны были крутить бы ее экспоненциальное число раз, а в квантовом случае мы на нее смотрим один раз. То есть превосходство становится просто огромным. Но это все-таки игрушечные примеры. Вот настоящий значимый пример превосходства квантовых вычислений появился в 1994 году, когда Питер Шор предложил как раз полиномиальный, то есть эффективный алгоритм разложения числа на множители. Вот та самая задача, которая лежит в основе протокола RSA, которая делает его устойчивым, потому что мы не можем быстро разложить на множители. На квантовом компьютере мы можем. То есть будь квантовый компьютер создан, мы сможем эффективно разложить число на сомножители, и тем самым мы можем взламывать соответствующие протоколы. Но не все так плохо. Во-первых, квантовых компьютеров еще нет. А во-вторых, как только появился этот алгоритм, вместе с ним криптография шагнула дальше. Появилась так называемая постквантовая криптография. Это криптография, протоколы которой работают в предположении, что есть уже квантовый компьютер. То есть строятся протоколы, которые будут устойчивы, несмотря на наличие квантового компьютера. Это раз. Второе, и об этом чуть позже, это, собственно, сама квантовая криптография. То есть область квантовой обработки информации сама предоставляет собственные протоколы по защите информации. Ну, а насчет квантового компьютера. То есть, если вы спросите, можно ли купить квантовый компьютер в магазине? Да, можно. Но за 15 миллионов долларов. Это компьютер компании D-Wave. Немногие его покупают. Покупают такие компании, как NASA, Google, военные компании США, Lockheed Martin. Покупают, наверное, больше для исследовательских целей. И самое главное, что все-таки это не тот самый универсальный квантовый компьютер, на котором мы рассчитываем для того алгоритма Шора и так далее. То есть алгоритм Шора на нем не сделаешь. Это некоторый специализированный квантовый такой вычислитель, который ориентирован на решение оптимизационных задач, определенного класса задач. Работает, он тогда называется адиопатическим квантовым компьютером. Работает по принципу имитации квантового отжига. То есть он еще пока не представляет тех универсальных возможностей, которые мы ждем. Но снова возвращаясь к квантовой информации. У квантовой информации есть ряд некоторых особенностей, о которых нужно вкратце сказать, которые обеспечивают интерес к области квантовой информации и квантовой криптографии. Первое, то, что я сказал, это процесс измерения квантовой информации. То есть считывание классической информации не представляет труда. Если у нас бит 0 или 1, мы считаем, получили 0 или 1. Если квантовый бит находится в суперпозиции своих базовых состояний, вот как здесь, то процесс детектирования или измерения превращает его в... Собственно, схлопывает его... Нормально, да? Он листает, просто не показывает что-то. Процесс измерения схлопывает в одно из базовых состояний с соответствующими вероятностями. Ну то есть самое главное здесь, что эта суперпозиция разрушается при воздействии измерения. То есть как только мы пытаемся считать информацию, она пропадает. То есть вот эта суперпозиция пропадает. И здесь важно, что мы должны правильно ее считывать. То есть вопрос о том, считывать ее можно разными способами. Вот этот здесь такой аппарат, который здесь должен стоять, который измеряет квантовое состояние, он может работать по-разному. И в зависимости от того, какой он базис измерения выбирает, мы будем получать разные результаты. То есть здесь еще нужно правильно устроить этот процесс измерения. Если мы это сделаем неправильно, мы получим неправильный результат. И квантовая информация может быть телепортирована, но не может быть планирована. То есть, например, существуют протоколы квантовой телепортации, когда мы можем при помощи некоторых дополнительных преобразований обеспечить появление вашего состояния на другой приемной стороне без фактической передачи этого квантового состояния. То есть без передачи физического носителя. Вы не передаете физическому носителю, но информация, это неизвестное квантовое состояние, образуется у получателя. Это и есть квантовая телепортация. Что значит нельзя планировать? То есть, например, если у вас есть некоторый бит информации, создать его копию нет проблем. Если у вас есть квантовый бит в неизвестном состоянии, нет никакой возможности создать его копию, этого неизвестного квантового состояния. То есть известным можно, конечно, неизвестным нельзя. Если вы его не знаете, вы не сможете его склонировать. Вот эти особенности, они, как нельзя кстати, приходятся для создания криптографических протоколов. Вот, например, известный протокол распределения ключа. Он появился еще в 1984 году, и с тех пор неоднократно модифицировался, совершенствовался. Данный протокол обеспечивает появление как раз секретного ключа у двух получателей. Причем в процессе его формирования один из участников, как правило называется, Элис, передает некоторые клантовые состояния, вернее, поворачивает их различным образом, случайно выбирает, как их поворачивать. То есть от того, в каком базе будет производиться измерение, будет зависеть, что будет получать второй участник, БОП. И самое главное, что здесь, если появляется некоторый злоумышленник, пытающийся перехватить наши передающиеся квантовые состояния, то есть попытавшись их измерить, он выдаст себя. То есть, во-первых, он разрушит то состояние, которое мы передавали. Во-вторых, есть возможность детектировать его вмешательство в канал. Насчет квантовой криптографии, вот насчет этого протокола распределения ключа, существует уже множество, ну, собственно, это и есть квантовый аналог вот этого уже протокола. То есть мы передаем, если не угадал, то сломал состояние. Все, у тебя второй попытки нет. То есть вот мы здесь возвращаемся, я закольцовываю свою презентацию к первому слайду, здесь я могу завершить, но, конечно, это не все. Потому что на самом деле есть еще ряд других криптографических протоколов, которые появлялись в этой области и которые демонстрируются экспериментально. Что касается распределения ключа, то уже многие берутся за его практическую реализацию. То есть коммерческие компании создают образцы и продают их банковским структурам, то есть внедряют уже в банковскую сферу вот такая компания, как Adi-Quantique, Magic и так далее, их достаточно много. Сети, ну, то, что здесь называется квантовым интернетом, на самом деле есть классический интернет, просто дополненный возможностью применять протоколы квантовой криптографии. То есть, например, возможность распределять квантовым образом ключи, а затем уже использовать классические коммуникации с использованием этих сгенерированных ключей. Ну, вот здесь, кстати, на слайде приведем выдержка из газеты. В прошлом году у нас на базе Казанского квантового центра запустили четырехузловую сеть, как раз для распределения ключа. Такие сети запускают повсюду в мире. Вот здесь картинка в Китае при помощи спутниковых систем. И, естественно, в Швейцарии, одна из первых стран, где созданы квантовые центры соответствующие. То есть этот протокол довольно популярен. Он просто относительно с вычислительной точки зрения, и он уже, в общем-то, внедряется в практику. Другие протоколы. Это, например, квантовая цифровая подпись. То есть это некоторый аналог рукописной подписи. Но здесь, в отличие от... Ну, вы, наверное, знаете о существовании протокола цифровой подписи, которые сейчас тоже довольно раскустены. И мы, квантовый аналог, использует квантовые биты вместо классических. То есть вместо открытых ключей используются квантовые биты. Протокол немножко другой. И, что самое важное, этот протокол также демонстрируется экспериментально. Но пока, к сожалению, экспериментально. Запускать его в массу использования или в широкое применение пока не приходится. Слепые квантовые учреждения. Тоже довольно интересный протокол, который, подчеркну, также демонстрируется экспериментально. Это возможность создания, например, на базе какой-то лаборатории крупной квантового вычислителя, который способен производить вычисления, ну, скажем так, теоретически универсальные, и простейшие клиенты, которые имеют просто базу возможностей создания каких-нибудь простых кубит и отправки его на этот сервер. Смысл в том, что сами клиенты ничего не умеют вычислять. Они просто могут инициализировать начальное состояние и отправлять их к серверу, который производит вычисление за вас и дает результаты. При этом протокол обеспечивает тот факт, что сервер ничего не знает о том, что он делал, с какими данными и что получил на выходе. То есть для него это становится просто шумом. То есть для него это просто некоторая случайная последовательность информации. Это, опять же, обеспечивается средствами квантовых вычислений. Я намеренно не вдаюсь в никаких подробностей, потому что протоколы квантовых вычислений, квантовой фотографии содержат довольно много математики. Это и абстрактная алгебра, и теория вероятности, и математическая статистика. Очень много различных разделов математики привлекаются для построения и обоснования этих протоколов. Но что я хочу здесь подчеркнуть, это то, что... Подчеркнуть принцип, лежащий в основе стойкости квантовой криптографии. То есть я уже говорил в начале, что мы, когда говорим о стойкости протоколов классической криптографии, мы предполагаем, что... Или мы можем формулировать так, что вычислительные возможности злоумышленника или атакующего ограничены. Это является необходимым условием стойкости наших протоколов. Если они не ограничены, то протокол взламывается... То есть производитель протокол взламывается. Квантная криптография, ее стойкость обеспечивается следующим постулатом. Законы природы выполняются. И на этом я бы хотел завершить свое выступление. Спасибо. Спасибо. Спасибо.